Работников культуры долгожданное повышение зарплаты не всегда осуществляется так просто, как казалось на первый взгляд. Субъективные подходы руководителей некоторых учреждений к установлению выплат стимулирующего характера, отсутствие комиссии по распределению выплат, либо их формальное существование, местечковая модернизация, системы оплаты труда со стороны отдельных работодателей или органов местного самоуправления, и другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться работникам культуры и профсоюза. Учитывая важное значение законопроекта о повышении пенсионного возраста, затрагивающего право большинства работников культуры и искусств, Российский профсоюз работников культуры обращает внимание на то, что артист балета, кстати я артист балета, артисты цирка это особая социально-профессиональная группа. Специфика этой профессии заключается в раннем стате профессиональной подготовки и относительно коротко-артистической жизни. Профессиональная деятельность, которая связана с постоянным повышением физически и психо-физическими нагрузками. Артисты балета и цирка имеют право на пенсию по выслуге лет после 20 лет трудового стажа и солисты после 15. Профессиональных заболеваний у артистов балета и цирка очень много. Это и травмы, и растяжение, и ушибы, а также тромбоз, варикоз, астроз, проблемы позвоночником, тело артиста можно сравнить машины. Поверьте мне, механизм, который изнашивается из годы эксплуатации, а к 40 годам становится телом 60-летнего человека. Вокалисты и духовики также находятся в зоне риска. Среди их профессиональных заболеваний частичная или полная потеря голоса, эмфизема легких и других. Не менее серьезные недуги, которые могут привести к полной или частичной потере трудоспособности. Еще в советское время проводились исследования, согласно которым час игры на трубе приравнивался по количеству физических затрат к рабочему дню человека, разгружающего уголь. В связи с изложенным предполагаю, что реформа все равно коснется и досрочных пенсий. Кстати, это товарищи милиционеры тоже касаются. Хотя обещают, что пенсионная реформа не предполагает нарушения прав творческих работников. Российский профсоюз работник культуры направил обращение заместителю председателя правительства Российской Федерации, координатору Российской Трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Голиковой Татьяне Алексеевне. А также в адрес секретариата РТК, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по культуре Дропека, председатель ФНТР, координатор профсоюзной стороны Российской Трехсторонней Комиссии Шмакова.